В Смоленской области 25 муниципальных районов. Каждый из них со своей спецификой и задачами. Особняком остаётся город атомщиков Десногорск. Право быть особенным на карте области налагает и особая ответственность. Эта особая ответственность продиктована в первую очередь наличием уникального предприятия – Смоленской АЭС. Соседство с ним значительно влияет и на повседневную жизнь его города-спутника – Десногорска. В 2019 году немало сделано для развития города Десногорска. Наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которыми ставит перед нами президент и правительство Российской Федерации, губернатор Смоленского облачного. Десногорск по-прежнему идёт по пути планомерного развития, повышая качество инфраструктуры. Только за последнее время в Атомграде были решены некоторые принципиальные вопросы – открытие автовокзала, ремонт городского пляжа, замена устаревшего городского освещения, обновление придомовых территорий по программе формирования комфортной городской среды и прочее. Своё мнение о том, что уже сделано и о том, что предстоит выполнить, десногорцы могли высказать напрямую главе региона. Начинаю свой прямой эфир с жителями города Десногорск по тем вопросам, которые поступили ко мне в рамках договорённости с жителями города. 21 июля Алексей Островский провёл прямой эфир в социальной сети Instagram. Вместе с главой Десногорска Андреем Шубиным они обсудили текущее положение дел в Атомграде. Десногорцы интересовались в первую очередь инфраструктурой города – социальными, спортивными и медицинскими объектами. Все вопросы будут отработаны. По каждому вопросу каждый обратившийся получит свой интересующий его ответ. Я вам это обещаю, а своих слов я на ветер не бросаю. Новый формат оказался интересен для всех участников встречи. Главе региона поступило более ста вопросов ещё до начала трансляции. Всего же за время такого мероприятия удалось обсудить более двух десятков вопросов. Губернатор эти встречи проводит вместе с главами района. Это очень хороший показатель того, что вопрос будет решаться не только на местном уровне, но и будет находиться под личным контролем губернатора. Онлайн, конечно, это хорошая передача. И для старшего поколения удобно посмотреть. Прямой эфир в социальных сетях – это отличная практика для общения власти с населением. Приглашаю вас подписаться на наши социальные группы, для того, чтобы мы с вами могли совместно решать все поставленные задачи для нашего любимого города Весногорска. Глава региона Алексей Островский планирует провести такие онлайн-встречи с жителями всех районов области. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ